всем привет вот и новый выпуск turbo big nose еще одна игра для с которую мы с братом проходили у него на лукьяновке в 90-е на том самом черно-белом телеке с проката картридж с большим носом был кажется одна игровкой мы купили его то ли в магазине на бульваре лепса то ли на лесе украинки в подарочном магазине магазин в киеве есть подарочный называется на лепса интересно было добираться садишься в трамвай долго едешь постепенно въезжая в промзону а потом в жилой район и вот там-то в магазине на отшибе и располагался отдел с приставками и картриджами какого черта мы туда пилили ведь от лукьяновки это далеко не знаю а нашли этот магазин наверное по какому-то объявлению в газете при подготовке этой передачи я по трехмерной google карте решил найти магазин или хотя бы памятную остановку трамвая около него возможно это по адресу лепса 32 хотя не уверен к тому времени мы прошли не так уж много игр для 8 биток однако каждый картридж проходился честно от и до и одолевались даже самые сложные игры кроме разве что пятница 13 который я прошел уже в 2017 и некоторых других вроде совсем уж громоздкой назад будущее 34 тогда на заре вообще не с чем было сравнивать поэтому даже самые хардкорные как оказалось потом игры воспринимались нормой а большой нос игра весьма хардкорная что проявляется по нарастающей разработали игру в английской компании code masters а издала в 1991 году канадская компания коммерика которая наловчилась выпускать без лицензии от нинтендо собственные картриджи найдя лазейку в аппаратной части нес совместно с code masters был налажен выпуск игр в обход нинтендо для чего кроме прочего коммерика стала производить эдакий переходник aladdin deck enhancer куда вставлялись особые картриджи от этой вот коммерики а уже aladdin deck вставлялся в картриджный слот нес aladdin deck позволял удешевить выпуск нелицензированных игр поскольку средства обходы защиты помещались в aladdin deck а не в сам картридж спустя месяц после выпуска aladdin deck enhancer коммерика банкротилась успев потратить 3 миллиона долларов на рекламу своего продукта однако под aladdin deck был такие выпущены ряд классных игр в частности дизи the adventurer fantastic adventures of dizzy микромашинки big nose freaks out и другие хотя изначально обещалось что aladdin deck enhancer предоставит играм дополнительные аппаратные возможности по улучшению графики и тому подобному но на деле это был просто переходник с обходом защиты восемью килобайтами памяти под спрайты но вернусь к игре про пещерного человека по имени большой нос есть еще и продолжение где надо ездить на таком первобытном скейте что ли но я такие игры не люблю предпочитая чистые бродилки вот первый большой шнобель именно чистая бродилка все в ней крупная графика плавная правда нельзя возвращаться назад но это и незачем хотя разработчики в нескольких местах воспользовались этим обеспечив наивному игроку смерть если тот позарится на приманку хотя может быть я за хитрость разработчиков принимаю ошибку в игре есть еще одна разражающая ошибка или хитрость разработчика в пещерном уровне при управлении у вас вдруг меняется местами лево-право то есть джойстик надо потом нажимать в противоположную сторону чтобы добиться того чего вы хотите я не знаю глюк ли это но продолжу большой нос путешествует по разным островам обстановка сменяется и не успевает надоесть между некоторыми уровнями а также в нычках можно попасть в магазин и купить разные полезности например дополнительные жизни или замедление последние помогает пройти не в меру шустрых черепашек по которым надо прыгать ну а жизни всегда пригодятся учитывая что в игре нет продолжений а первое же касание врага если только у вас нет камни для бросания смертельно если камни есть то вы их просто потеряете а сами останетесь живы но словом для прохождения нужны быстрые реакции и железные нервы это одна из тех игр от которых потеют ладони кстати в игре про большого носа есть примитивный сюжет причем понять его можно только из руководства к игре они из тех анимационных вставок что показывают нам между некоторыми уровнями а именно сюжет из руководства большой нос собрался было отправиться в путешествие чтобы найти для своего племени источник питания давно забытую шахту по выработке арахисового масла но тут большой нос увидел пролетавшего мимо птеродактиль и решил вместо шахты поймать его он-то птеродактиль и будет последним боссом и продуктом питания замечу что судя по оставшейся в картридже но скрытой графике сюжет изначально был несколько иным поскольку на общей карте предполагалось показывать некоего чувачка или чувиху и текст взывающий о помощи также в картридже осталось скрытой анимированная заставка голуб презенс а также статичная заставка гласящие что издателем выступает ник америка а американская компания по производству игрушек льюис голуб то есть кстати позже купленный хасбро кроме первого и второго большого носа для нес существует также игра динобашер старинк биг ноузы кивен для sega master system это первый большой нос но портированный в девяносто третьем году компания optimus software под sega master system этот порт никогда не был издан ну и напоследок дам совет который поможет прохождение большого носа если вы проходите его честно без читов и сохранения составьте такую карту межуровневых магазинов со списками что в каком магазине продается это поможет перед определенным уровнем купить предмет облегчающий прохождение уровня вот мы с братом прошли большого носа только составив такую карту а для этого надо было добираться до каждого из уровня с магазинами и в них заходить каждый раз в разные магазины просто чтобы получить список имеющихся там товар это был петр семилетов передачи turbo вот обязательно в конечной этой заставке turbo я произношу слово turbo таким образом turbo эта традиция я я продолжу в следующем выпуске до новых встреч